Мерседес Мы предлагаем эту машину как площадку для съемки, для сбора интересного видео. Мы ищем интересных людей, молодых, взрослых, старых и не старых, смешных людей, которые могли бы поделиться тем, что они имеют. Участниками нескучной поездки становятся обычные прохожие, голосующие на дороге, либо люди, которые заказывают такси по телефону. Чтобы проехать бесплатно, нужно просто рассмешить водителя. За каждую хорошую шутку, анекдот или веселую историю пассажир получает 30% скидку. Если после шуток пассажира у водителя будет болеть живот от смеха, то юмористу за поездку еще и заплатят. Вот смотрите, бывало же такое, что мы люди, мы согласны, что мы всем недовольны. Вот бывало такое, когда в школу придешь, думаешь, я не подготовился, получу тройку. Тебе ставят четверку и ты такой думаешь, блин, почему не пять? И грустишь. О том, что в Шамкенте появилось необычное такси, Раиль Тухватуллин узнал недавно. И как начинающий стендап-комик решил попробовать рассмешить водителя. В итоге парню удалось получить 60% скидку. Это же отлично, это же отлично. Неужели вот человек может заработать тем, что ему просто дано от природы, да? Я могу смешить людей, да? Обычно ходишь, друзей смешишь, а там бесплатно, да? Обидно, обидно. А приходишь в такси, а тут бесплатно ездишь за то, что ты смешишь. Прекрасно же. Я вот думаю, теперь я буду каждую ночь садиться и писать себе шутки, а потом вызывать утром хихи-такси, потому что тут есть номер и так далее. И пытаться ехать в универ за бесплатно. Многие задаются вопросом, а вдруг водители проходят специальные курсы, где их учат не смеяться даже над смешным. Хихи-таксисты на это отвечают, что с чувством юмора у них полный порядок. Мне саму сейчас 50 лет. Я с чувством юмора, да, я могу смеяться. Возможно, я могу и смешить людей, да? Ну, не всех кто-то смеется над интересом. Но в то же время я серьезный человек, ну, такой жизненный опыт у меня, такой суровый был. Поэтому над чем попало смеяться, естественно, я не буду. Но чувство юмора есть. Я с удовольствием буду принимать и смеяться над очень хорошим, интересным, добрым человеком. Уникальная хихи-площадка на колесах придумана не только смеха ради. Цель проекта – показать на всю страну, что в Шумкенте живут удивительные, добрые и смешные люди. Поэтому с разрешения пассажира всю поездку записывают на видео. В конечном итоге организаторы хотят выпустить цикл программ на YouTube. Анастасия Новикова, Эльдаржин Исканов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Утрар».